Но у меня не получилось обращения. И тогда не получилось такого обращения, чтобы не только вы, а именно каждый, человек каждый, принял участие в этом мероприятии. И я говорю, почему Анастасия, я что, разучился разговаривать? Она говорит, да. Ты разве не понял, что, чтобы люди поняли тебя, нужно говорить не совсем тем языком, которым ты говоришь, не совсем, что ли, прямым, а языком образа, образным. Я говорю, ну как бы ты сказала, ну, об этой вот ситуации, чтобы именно каждый принял участие. И она в одно мгновение привела пример, притчу об этой ситуации. И она говорит, шла группа людей, и подошли они к пропасти. Назад повернуть нельзя, поток, перед ними пропасть. И к ним спустился с неба ангел и говорит, я спасу вас. Сейчас я превращусь в воздушный шар с корзиной. Вы можете в нее все войти, и я перенесу вас через эту пропасть. Единственное, о чем я вас попрошу, если у меня не хватит сил, то каждый из вас должен зажить свечу. Или вот этот светильник, зажигалку, чтобы шар продолжил свой полет. Вы знаете, что воздушный шар слетит от того, что там горит какое-то пламя, и он продолжает свой полет. Люди вошли, и каждый взял по этой зажигалке. И воздушный шар полетел. Чуть-чуть он не долетел до конца. Чуть-чуть он не прилетел через пропасть, и стал терять ангел силы. И сказал, зажгите, пожалуйста, ту свечу, которую я вам дал. И люди встали и зажгли свои свечи. Но один человек остался сидеть в углу и просто греть свои руки от сожженной, от загоревшейся свечи, которую дал ангел. Чтобы шар мог продолжить полет и унести всех людей, не хватало пламени всего одной свечи. И шар стоял. Вот что происходит. Когда даже один человек не смог понять, не смог зажечь подаренную ему свечу, энергию. Поэтому я приведу эту притчу в интернете. Может быть, не так вспивчиво, как сейчас говорю. И в конечном итоге мы найдем эту ошибку образного периода. И поймем, что образ, который нас поднимает и несет, в ответ должны поддерживать все мы. Тем более, что он в руки нам дал каждому из нас эти горелки. Вот так я думаю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...